Продолжение следует... 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 Православный христианский образ жизни заключается в том, что семья, прежде чем ей начать, все должны получить благословение Божьим. Значит, браковинчатся, танцы. Танцы у брака состоят в том, что муж и жена сподобляются не благословению Божьим, а благословенное рождение детей и воспитание православной веры. И в физическом добром стране. Это очень важно на физическое воспитание обращаться внимание, потому что человек, ведь он трехсоставный, дух в нем Божий, душа только человеческая, и тело. И вот с точки зрения религиозной, православной, все стороны общественных христианинов должны быть посвящены молитвам и святым таяцам. Начинается освящение человеческой жизни, ставится на крещение. На том, что девчонки еще маленькие, он крестинит. Но, наверное, значит, крестное место и крестное место. Для чего это нужно? А для того, чтобы человек стал через таинство крещения членом единой, святой, соборной и апостольской церкви. В ней для каждого один из нас есть свое место. Ну и с духовенством один спрос, строже гораздо, а с мирянным другой спрос, немножко более снисходительный, но тем не менее, значит, с одной непреложной истинной. Что человек, мужчина должен быть и крещеным, и миром промазанным, и должен регулярно исповедоваться, очищать свою совесть и причащаться к Святым Христовым. И вот я прошу наше мнение, которое связано с жизнью казачества, на это обращать внимание. И с любовь, с любовь, с братства, обращаться ко всех этих заказах, чтобы они, значит, сами принимали участие в Святых Христовом, исповедовались бы, очищая свою совесть и причащаясь бы, святых Христовым, да и целым уговорением. И вот я прошу наше мнение. В Святых Таинство, какие-то Таинство Всего Семьи, для нас важно знать Таинство Христиан, Таинство Миропомасания, два Таинства, которые непременно должны пройти всех православных христиан и получить освящение. А уже будучи в Церкви, для нас очень важно Таинство является Таинство Покаяния. Значит, исповедание перед Священником Христом и Евангелем своим грехом. То есть, могу просто сказать, очищение совести, как и требуется для каждого из нас. И я исповедуюсь в Церкви, и любое освящение исповедуется. Без этого жизнь христианинам не мыслила. И вот когда мы так себя готовим, мы можем участвовать в других правительствах. В Таинстве Макояне, значит, на республике, как и требуется регулярно. И в Таинстве очищение святых Христовых Краев. То есть, когда под видом душевых и дна, в этот Таинстве преподается истинное тело и истинная кровь нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Вот это, дорогие мои братья и сестры, я уверен, что вы это знаете, но я хочу это соединить в этом целом в качестве православно-христианского образа жизни. Потому что без участия христианина в этих святых Таинствах, покаяния и причащения, жизнью быть не может. Душа, свободно, религиозной жизни в этих душах. Ну поэтому, значит, это надо знать, к этому относиться серьезно и, соответственно, в свое время, когда руководник Старова исповедоваться, то есть очищать свою совесть от грехов и причащаться к святых Христовых Таинствам и крови нашего Господа Иисуса Христа Спасителя. Я вас долго не буду мучить своими словами, но пусть они вам окажутся, может быть, скучными, но они важны в этих моих словах. Потому что без нашего участия святых Таинствам и крови веры нам невозможно будет принять, быть удостойными в жизни вечной и царства Христовых Слава. Такая вот краткая концепция, если позволите мне это сказать. И позвольте мне вообще выразить в моем чувственном оговорении радость, что я беру вас на этом собрании, что я имею возможность с вами о этом говорить и думаю, вы меня понимаете, как люди воспитаны в церкви. Ну, жизнь такая у нас, не все ее воспитывают, правда? Но не надо откладывать это на когда-то потом. Потом может не наступить. У человека очень хрупкая жизнь, понимаете, она может в любое время прерваться. Но по нашей вере, если она прервется на земле, она продолжится в Царстве Небесном. Вот поэтому мы и просим вас, и приглашаем вас именно соблюдать свое участие в святых Таинствах в нашей вере. Наверное, вы все знаете, конечно же знаете, в чем эти Таинства состоят, относясь к каждому человеку. Ну, первое, Таинство Крещения Доброва, да, потом Таинство Геропомазания, печать Дара Бога Святого. А потом уже регулярное причащение Церкви Доброва нашего Господа в Таинстве Святой Евхаристии, в Таинстве Причащения. Ну вот, если, я не сомневаюсь, что вы это все знаете, но я хочу связать вот эту действительность религиозной жизни с нашими и с вами мирскими делами. Потому что человек очень нуждается в благословении Божьем, очень нуждается. Это никому не навязывается. Но если уж человек стал христианином и продолжает ли постоваться, то он непременно должен иметь в виду, что каждый пост и четыре каждого поста. Нужно обязательно в некоторых постах, например, в Великую Посту или в Рождественную Посту, два или три раза поисповедоваться, очистив своей совестью и причаститься к Святых Христовых Таинам. Вот тогда вы будете неуязвимы не только в своей проказовщей, могучей физической силе, но и в духовной силе. А в духовной силе зависит все остальное. Не буду больше утомлять вас своими словами. Если что-нибудь непонятно, спросите ради Христа. Можно даже, если захотите специально на эти темы побеседовать при случаях. Когда захотите, скажите, я буду с тобой. Дня я очень много, но вообще не нравится. Как хорошо, чтобы мы сейчас собрались в прекрасном подпаде нашего замечательного храма. Какой храм? А цветовый Матронштадтский правильный, вот видите, в Скелерозе. Ну что, я думаю, нам надо пользоваться тем, что у нас есть храм. Приходить каждую субботу, шапсеночным, день и он, с вечера. Каждое воскресенье в божественной литургии с утра. Обыкновенная псевдочка начинается в 5 или в 6 утра. А в божественной литургии начинается в обыкновенной с утра в 9 или в 10. Некоторые, представляете, даже в 11 часов утра. Это не имеет значения. Важно, чтобы все были, не только рукавесны, но и братья-христиане. Несмотря на то, что они казаки, а больше, прежде всего, и кубоверцы, снают это, тоже принимали живое участие в этой религиозной жизни. Понимаете, вот стоит себя проверить, и стоит держиться на опыте. Необыкновенное воздействие на каждого из нас святого таинственного покаяния. Покаяние называется вторым крещением. В хрящении в одном человек полностью очищается от первородного греха. А если он может взвозь такое от грехов, которые он позволяет себе сделать, и становится во Христе новым человеком, новым творением. И вот, что нам Бог дарует. Не за какие-то наши особые у каждого заслуги, а полюбви к нам ко всем. Вот этим надо нам поражить, этим нам не смысловаться. И кто этим пользуется, исповедуется и причащается в суде христовых таинств более-менее регулярно. Ну, регулярно это не значит только развод. Хотя и это было бы в каждом. А регулярно причащаться и исповедоваться, сначала, надо, по крайней мере, каждый пост. А постов таких, как Большин, четыре. Это предпасхальный Великий пост, предрождественский пост. Он такой же длительности, как и Великий пост, тоже дней. Но Великий пост закачивается в страстной седмице, только мы вспоминаем о страстях. А потом разводится и воскресенье христово. А рождественский, предрождественский пост заканчивается каноном праздника Рождества Христово, как называемым, рождественским сочельником. А кто знает, что это было сочельник? Стоит в самом значении слова. А это связано с обычаями вкушать вареную крупу, неважно какую, это или яичменная крупа, или рис, или пшеничная крупа, кушать вместе со сладким напитком. Ну, комфортно. Вот такие обычаи. Я думаю, что они не тягостные обычаи. Но они позволяют нам сознательно, сознательно отнестись к качеству своей личной, персональной, религиозной жизни. Если у нас такое серьезное отношение будет к нашей собственной религиозной жизни, мы будем стараться жить по заповедям Божьим. То есть, ну, не блудеть, не пьянствовать, не позволять себе грубых спортов, которые часто в нашем обществе, к сожалению, пространено, грустные такие слова, с кандидатами, к сожалению, употреблением, ну, оскорбляемые достоинства Матерства. Вот. И мы должны себя от этой миссии все очищать. Очищать. Плаком какого очищения является возможность наше причаститься к телу Его Господа. Чтобы достоинство быть участником в Таиске очищения. И это очень важно, чтобы не достоинство Таиске очищения. Конечно, серьезно каждый из нас, и археи, и священники, тоже исповедуются. В горе, если они не исповедуются, всем нам исповедуются. Потому что Таиске покаяния очищает нашу душу, наше сердце и всю нашу жизнь от всякой скверной плоти и дуги. Меня, наверное, вас утомил, прошу прощения, поздравляю вас с тем, кто мы с вами встретились. Отец Сергий, отец Сергей, отец Сергей, у нас председатель. И нам, вообще, православным людям, надо очень дорожить этой возможностью регулярно ощущать свою совесть от грехов в Таиске покаяния. К чему я вас призываю? Да вы сами все это знаете, конечно, но мой долг просто вернует меня об этом напомнить. И вы знаете, какое счастье у человека, когда у него честная совесть? Он как на крыле летит в жизни. Вот такое впечатляет у вас на карьеру после исповеди. Почему бы это не решать? Это великое благо. И стесняться исповедовать свои грехи перед священником не надо. Священник тоже человек. Ему тоже новые свойства бывают. Он тоже нуждается в исповеди. И я, архиерей, нуждаюсь тоже в исповеди. Понимаете? Так что тут мы все одним миром в массу. Не всех у нас это святая обязанность. И я думаю, что многие из вас вообще-то, когда переживете вот это вот, когда вы переживете вот это вот, очищение высовести, а потом еще и причащение святых, 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 святых. Тогда мы окрыляемся духовно и получаем перспективу радостной, вечной жизни, которая начинается уже сегодня здесь, на Земле. Понимаете? Вот в этом наша с вами религиозная, личностная задача. И я бы сказал, даже в этом наше счастье. Потому что мы получаем возможность постоянно обновляться подкрепляться благодатью Божией и обладевать основами православного, христианского образа жизни, в чем я с вами и желаю преуспевать. Мир вам, Божий, и Бог. И вот это наше собрание одно из честей. Отвечать вашу сутку, сейчас поблагодарю вас о напутке, хороших пожеланий. Мы предоставим слово первому заместителю Атанару, войско Донсков, приседать по Волгограду и Родной Думе Николай Петрович Енисовский. Ваше высокое председательство, Ваше Преосвященство, глубокоуважаемые представители духовенства, господа Атаманы, братья казакей, мы рады вас приветствовать на нашем рабочем совещании церковь и казачество. Хочу отметить, что такого рода совещание сегодня в Волгоградской области проводится в первую. И это особенно важно для нашего региона и для нашего казачества. Для российской государственности, для нашего национального самосознания православие стало духовной опорой. А для казаков эта опора была важна и почитаема во все времена. Поскольку в основе образа жизни казака в первую очередь лежит православная вера и любовь к отечеству. Именно поэтому казаки были опорой государства, опорой национальной жизни. И именно поэтому представители государственной власти видят в казачестве и церкви надежный опор страны и мощную движущую силу. Сейчас со стороны государства вопросы о возрождении казачества, его традиции, уделяются особое внимание. Приняты государственные программы, выделяются средства, создаются координирующие органы. А от нас процесс этот весьма сложный. И становление казачества мы говорим уже более двух десятков лет. Но до сих пор остаются нерешенные отдельные вопросы. Появляются новые темы. Все мы понимаем, что становление казачества невозможно без его духовного возрождения. Нам всем предстоит серьезная и долгая работа. Но мы уверены, что только вместе мы сможем решить стоящие перед нами задачи на благо нашего Отечества и нашего народа. И в этом мы выступаем как подлинные партнеры и как соработки. Наша встреча еще одному тому предвижду. Желаем всем участникам участия в нашем совещании хорошей и благотворной работы. И попрошу казачьим нашим генералам продолжить ведение нашего совещания. Представители духовенства господа казаки о нашем сегодняшнем совещании было доложено губернатору как раз в области Андрею Мочарову. И он просил передать слова приветствия у вас на нашей земле. Здесь есть у нас гости на столе представители нашего духовенства. Приехали директора кадетских корпусов. Тема совещания она для нас очевидна. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание членов казачьего общества да и всех россиян оно невозможно без участия без живой связи с русской православной церкви. Это совершенно очевидно. И я хочу от имени власти от имени руководства в Гаградской области сказать, что мы и наш комитет и другие члены других комитетов в Гаградской области мы будем прикладывать все, чтобы это неразрывная связь русской православной церкви и казачества была легка, как никогда на нашей земле. Чтобы начиная с самого маленького возраста казаки и казачки, которые учатся в нашей комитетских культурсах живут на нашей земле, приобщались в высоко-нравственной нашей культуре и традиции. Мы ваши помощники на вашем пути, поэтому с удовольствием надеюсь и приглашение на вашем пути. Спасибо. Прошу проведать слово первым вашим председатам Николая Титровича и Александровича вашего преподобия, преподобия господа атаманы, казаки, ради необычная как Любийско-Паурифинскому, Мавангинскому, территория исконна, которая именно является казачей территорией и ко мне относятся даже в основном как к архиерею, которая работает с казаками, в основном, казаками. И волей-неволей мне приходится сталкиваться с проблемами именно наших казаков. Проблемы различные. Есть и положительные примеры, конечно, больше отрицательные примеры, но что бы мы хотели, я очень рад, что мы сегодня собрались, хотя бы мы увидели с темно, потом мы больше слышимся и договорились, да, а реальных географическим очень бывает много. Мне это, конечно, огорчает. И вот здесь наш руковник Липитханин Натюрка Казачьего, отец Сергеев, я ему дал задание, отец Сергеевич, я смотрю, что в основном со взрослыми казаками работают в исполете. Они уже взрослые, сформировавшиеся люди и говорить им бывает местно. Удача бывает там, в тех казачьих общениях, да, где сам отомат находится в церкви. Ходит на воздушение, их очень мало вообще. Можно по пальцам пересчетать. Там нормально работают. можно как-то разговорить. Остальные общения, даже маленькие, между ними что там то есть трудно постоять. А почему они хрисят? Я вам объясняю так, дорогие мои, вы знаете, мы православными тоже грешные, естественно, будем храб, ругаемся друг другу, священники бывают, фигнируем друг друга, да, кто-то, мы же люди, кто-то нравится кому-то, кто-то не нравится, но мы всегда просим прощения. Потому что это, ну, наша потребность, не может священникам, православным человекам приступать к таинству, к очищению, о чем сегодня говорил в адык-а-керва, да, не попросив прощения. А казаки-то это не понимают. Он же как-то сказал, я же свое должно добиться своего. Так же, да, господа атаманы? Ну, да, ну, да, потому что вот, нет, они не с атаманом, правда, вот, организация, так же, общественная, да, скажут, знаете, владыка, вот, я был в Москве, когда мусульман был правильный, да, в мечети был мужчина, несколько тысяч мужчин, а мы с военными людьми, казаки. Вот, и вот даже в отрывании капчика казачьего, до того, такие ссоры происходят, страшнейшие. Вот, и главный попрос, я был как-то на кругу в одном, да, прижал, был еще наш генерал, водоландский, такие мелкие проблемы обсуждаются и так ссорятся между друг другом, да, что готовы убить это братья казани. А почему это не разумеет? Нет, христа в доме. Вот там, где удача там, в казачьей общине, крепкая община, где сам атаман находится в законной общине. Сам является именно верующим человеком, потому что за атаманом, на него смотрят, за ним тянулись. И он присутствует на таинстве, где другие и причащается к святым божественным Христовым Таином. Поэтому я попросил нашего отца Сергия, именно отец Сергия, обратите внимание на наше учебное заведение. У нас в епархии 6 казачьих, 7 учебных заведений, где именно направляющим компонентом является казачество. Вот я бы попросил, чтобы именно там воспитывался нормальный, здоровый, православный казачий. Поэтому, дорогие мои господа атаманы, мы привыкли ругать казаков, называть их ряженами, такими-такими. Как до встречи с митрополитом Кириллом, он мне сказал, знаете, мы привыкли ругать казаков, но в итоге никто, кроме казаков, открыто в будущее не говорит, что я православный. Только они на улице могут сказать, я православный. Даже люди верующие могут как-то постесняться, смутиться, да, а казак, ну, куда-либо, в вашей форме, а казак без веры никогда. Поэтому, я думаю, что здесь не только, как говорится, беда казачества, но и беда нашего духовенства. Я это сам знаю, не вижу. Придут казаки в церковь, священник пробежит и не внимательно обратит. А ты, дорогие мои духовники, я постоянно к вам так обращаюсь. Остановитесь. подойдите к казаку, пригласите к отаману, пригласите его в начальник, побеседуйтесь, поговорите с ним. Я вот так работаю, лично у нас ведется работать так. Потому что, я думаю, удача там, где мы имеем непосредственный контакт, сами общаемся с казаками, знаем их проблемы. Я думаю, то есть, здесь обойменно проблем. Не только можно ругать казачества, но можно сказать, здесь и тоже и наша беда, дорогие мои духовники. Поэтому мне бы хотелось от сегодняшнего собрания найти совместное решение многих наших проблем. Спасибо. Я бы власть Калачевске и Палат сейчас объединяет районы, на которых общество казачье из двух округов расположено, второй донской и вовской округа казачьих. Я мало что добавлю поступлений Владык. Владыка Герман полностью поставил и осветил проблему. Какие вопросы нужно сказать, в центре казачьих я полностью согласен. И мы как раз таки об этом поговорили, будем разговаривать, чтобы может быть какую-то единую программу составить, такую учебную. Наверное, это было и в отличные годы, но я такого не застал, наверное, и Владыка Лисеев на этих всех московских совещаниях наверняка набрался опыта. Желательно было нам такую программу катехизации казачества иметь может быть какую-то общее одобренное и адаптированное в соответствии с казачьими какими-то нужными. Там, наверное, специально молитвы, прошения должны быть. Ну, в том числе какие-то чины, может быть, особые там чинопоследования богослужебные, чтобы у нас не было под рукой, чтобы это было одобрено в Метрополии и мы могли использовать и обучать казаков вот какой-то уже такой общий программ. Но не так программ будет немножко отличаться от программ катехизации других общественных групп с учетом ну и стандаритета воинской специфической составляющей. Я прошу нам тоже помочь в этом составлении такой программы. Приходить составляем в администрации да. И чтобы какой-то был нянь и тоже рекомендован может быть. Да, наверняка это все есть и в отдел по так сказать работе с казачеством. Ну, мы, честно сказать, вот да, все время пытаемся изобретать велосипед, вы хотели свое что-то, но, мне кажется, что давно все наработано, чтобы уже приступить к делу и требовать от духовников казачьих обществ регулярно проведение занятий с казахами. И чтобы сами атаманы казачьих обществ требовали от своих подведомств, почему-то посещения этих занятий. Это все не оставалось на бумаге. Вот такие у меня пожелания и надеемся, что в ходе сегодняшней работа дискуссия с вопросом будет освящена. Спасибо. Двуховный Преосвященник, я хотел бы сказать, что вы нас в канале можете ко мне обращать. У нас есть два человека сейчас. Все выстроено так прекрасно. Войсковой священник и духовно наставник Волгоградского областа. Они практически постоянно контактируют с казаками. Мы постоянно к ним обращаемся и однозначно обращаемся через них и к вам. Я хочу предоставить слово войсковому священнику Всевеликого войска Томского Протверея Сергея Маштанова. Отец Сергий Маштанова. Маштанова. Ваши Высокопреподобие, Протверея 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 Это время, можно сказать, золотое. Почему? Потому что власть, светская власть, она идет навстречу верующему народу, православному народу. Она идет навстречу казакам. И будет большой нашей ошибкой, если мы это время упустим. Если мы никак не найдем общей точки соприкосновения. Потому что Господь нас за это спросит строго. Поэтому очень большая ошибка, когда мы ждем, что казаки придут сами в храм. Сейчас такое время, когда мы в духовенство должны идти к казакам. Как когда-то ходили, собирая приход, собирая свою паспорт. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, в храме которого мы находимся. И другие святые водники Божии. Сейчас для нас, священников, именно такое время. Чтобы мы шли к казакам в семьи, шли к ним в дом и имели с ними самое десное общение. Просто вели их за руку в храм. Если мы только будем ждать, что они придут к нам, ничего не получится. Мы должны искать новые формы общения. Например, у нас в Донской метрополии развивается такая форма общения. Храм задействован в течение субботы, воскресенья, за редким исключением, среди недели. А так храм пустует. При храме есть всевозможные подсобные помещения и так далее. И вот духовники, священники обращаются к казакам, приглашают их для того, чтобы они проводили какие-то мероприятия в приходских помещениях. К казакам бывает порой негде собраться, негде провести сбор с молодежью и так далее. И вот духовенство идет навстречу. К казаки приходят, при храмах собирают какие-то военно-патриотические клубы, другие секции и так далее. Вот это одна из формы работы. Также хочу вам сказать, что если, ну как я уже сказал, если казаки не идут к нам, мы должны идти к казакам. И порой даже казаки стесняются подойти к священнику. Этого не нужно стесняться, потому что священник вас примет, ответит на вопросы. Если вы подойдете, скажите, батюшка, мне нужно с вами пообщаться, поговорить, ведь это наше общее дело. Если мы сейчас упустим момент этот, потом будет поздно. Также я хочу сказать о работе в казачьих кадетских корпусах. Не знаю, как у вас, но у нас преподается основа православной культуры во всех казачьих учебных заведениях. Но этого мало. Почему? Потому что казачий корпус это не общая образовательная школа. Там должно быть более приоритетное преподавание основ православной культуры более расширенным курсом. Когда у нас образовался первый кадетский корпус в Новочеркасске, там преподавался именно закон Божий. И каково было это воспитание, какое оно значение имело для кадетов, мы видели своими глазами. Потому что это были высоконравственные, высоковоспитанные юноши, значительно отличающиеся от тех школьников, которым сейчас просто преподается основа православной культуры. Этот предмет был, у них в основной сетке часов, они за этот предмет получали оценку в аттестат, который давался им при выпуске из кадетского корпуса. Вот на это тоже нужно обратить особое внимание. Теперь о курсах для повышения духовного образования казаков. Уже четвертый год в этом году будет, как в Донской духовной семинарии проводятся подобные курсы. Примерно 35-40 казаков ежегодно собираются для того, чтобы участвовать в этих курсах. Занятия проходят один раз в неделю, в воскресенье, после Божественной Литургии. Удобно всем, и казакам, и преподавателям, которые являются священниками, служившими службой и так далее. Мы можем с вами поделиться этим курсом. Занятия ведутся в течение трех месяцев. И затем при выпуске студентов из семинария, летом при подведении итогов, слушателям курса тоже выдаются удостоверения и дипломы об окончании. Сначала казаки на это шли робко и с недоверием. А затем в этих курсах начали участвовать представители всех казачьих обществ. Реистровых, нереистровых, вольных или каких-то других казаков и так далее. И даже казаки стали посещать эти курсы семьями. Настолько важно, настолько интересно для них стало. И у них совершенно другое отношение. Здесь эти курсы проходили и атаманы, и заместители атаманов. Первый заместитель товарища, атамана войскового, Михаил Анатольевич Беспалов, тоже прослушал курсы эти. То есть уже такой опыт работы есть, и мы готовы поделиться с вами. Но я повторюсь, если мы будем ждать, что казаки к нам придут, или что-то еще случится, мы потеряем время. Нужно идти казахам к нам самим. Тогда будет толк, тогда будет успех. Ну и, конечно, обращать внимание нужно на молодежь. Потому что молодежь – это та свежая струя, которая может быть будущим нашим, в самом прямом смысле, будущими нашими прихожанами, будущими нашими казаками, защитниками нашего Отечества. Поэтому на молодежь нужно уделять особое внимание. Ну вот, пожалуй, все. Об этом я хотел поделиться своим небольшим опытом. Спасибо большое за внимание, за то, что меня пригласили в это высокое собрание. Спасибо. Спасибо, отец Сергий. Я думаю, что кое-что, опыт какой-то нам надо брать. Мне с вами совсем не надо по-союзу. Мы идем ровно в графике утвержденной темы. У нас есть два небольших доклада по 10 минут. И если мы выступление не затянем, то мы уложимся все точно. В течение 40 минут на работу нашу закончили. Значит, я вот в продолжение то, что сказал отец Сергий. Я бы хотел сказать, что два дня назад мы, Владыка, посмотрели фильм. Он называется «Казачий священник на Дону». Сняли его у батюшки Олеги. Там тоже очень интересный опыт работы с казачеством. Я думаю, надо подарить отцу Сергею, чтобы у нас такой ответ был. Приступаем к обсуждению первого доклада. Значит, вернее, к первому докладу. Слово представляет батюшке Олегу, нашему духовно-наставнику. Доклад у него о построении системы координации духовников и атаманов в границах Волгоградской области принятие каждым казачьим обществом внутренних уставов заключения договоров о сотрудничестве между казачьими обществами и епархией. Благодарю. Спасибо большое, Александр Алексеевич. Ваше высокопресвященство, Ваше Пресвященство, Всечестные Отцы, Господа атаманы, свое второе рождение казачьей традиции на территории нашей Волгоградской области пережили, как известно, в начале 80-х годов. В настоящее время мы пришли к тому, что духовников имеет у нас каждый из пяти казачьих округов, каждый июль, каждая станица и каждый хутор. За каждым из трех казачьих кадетских корпусов, которые у нас официально пока сейчас существуют на территории Волгоградской метрополии, закреплен отравляющий православный священник. Казачьи круги, заседания Совета Атаманов, правлений казачьих обществ, Совета Стариков, казачьего суда и иных органов управления казачьим обществом, у нас всегда начинаются с молитвы, перед установленной в нужном месте иконы, в президиуме недалеко, как правило, эту молитву совершает духовник казачьего общества. И невозможно себе представить, чтобы без присутствия священника мог бы пройти казачий круг. Круг без священника не круг. И, соответственно, если священник покидает круг, тогда все последующие решения такого собрания законной силы иметь не будут. Поэтому, если где-то, в казачьих округах, а я называть сейчас это конкретно не буду, я думаю, в обсуждении, возможно, это всплывет, бывали такие моменты, то это неправильно, этот круг законной силы иметь не может. «Каждый новоизбранный атаман, произнеся присягу, произнеся клятву, он клянется верой и правде, служить казачеству и клятву, по традиции он обязан принести на Святом Евангелии и на Христе». Вот это все у нас делается. Вот формально все, что существует в некие традиции, они у нас, слава Богу, соблюдаются. Вот есть, я говорю, какие-то отдельные моменты, но вот формальная часть всегда присутствует. Однако, однако, одной из серьезных проблем остается поверхностное восприятие многими казаками, и особенно, как здесь говорилось, совершенно верно, среднего и старшего возраста, религиозная вера в качестве, скорее, знаете, на какой-то регланной традиции, нежели смысла жизненных и фундаментальных основ казачьей жизни. Для духовного воспитания очень важны не только призывы казачьего правенства, но и личный пример атаманов, о чем здесь вот владыки уже очень хорошо говорили. Личный пример атаманов, личный пример иных руководителей казачьегоства. Увы, к сожалению, мы видим это не всегда. А речь идет о чем? Речь идет как раз о речи Алии, о крещении, то, что говорили вот здесь владыков первым. Как сказал, как заметил митрополит Кирилл, Старокольский, Невиномийский. Только и каждая третья казачья семья живет в Венчинном Буране. Вот очень важный здесь пример казачьего руководства. Мы, у одной из тем, и сегодня у нас в собрании является координация выходников атаманов в границах Волгоградской области. Но, к сожалению, координация, это, ну, вынуждено это статировать, она не всегда имеет место распроизводства. Ну, так, вы знаете, что благословение священного, священначалия, у нас епархия Волгоградская разделилась на три епархии. Вот митрополия сохраняет свои границы, и три епархии у нас имеют место здесь, на территории Волгоградской области. Вот есть проблема, к Владыкам тоже обращаюсь. Как эту проблему решить? Это только вот благословением вас. Например, есть казачий конкурс, деятельность которого распространяется сразу на две епархии. Кого должен благословение? Духовника. Духовника данного казачьего областа. Как совместно с решением возможностей рев и как он будет оказывать свою руководящую в духовном смысле роль по отношению к представителями, представителями той епархии, в которой он не сможет. Это серьезная проблема. Серьезная проблема. И одним из важных итогов сегодняшнего совещания должно стать торжественное подписание соглашений о сотрудничестве окружных казачьих обществ с созданными во всем трех епархиях эпохиальными учреждениями, отделами по взаимодействию с казачьми. Хочется верить, что это послужит серьезным толчком к заключению соглашения незавык юртовых, станичных и хуторских казачьих обществ с окорбляющими их приходами русской православной церкви. Типовые эти уставы еще несколько лет тому назад разработанные Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством были переданы каждому казачьим обществу. Несколько лет назад еще это произошло. Однако, вот тут много очень рекомендаций на этот счет Синодального комитета. И мы со своей стороны просили вот задуматься. Синодальный комитет обращает на это внимание. Нет таких договоров. У нас почему-то этот процесс тормозится. Вот именно на низовом, на низовом уровне. Большинство казачьих обществ, входящих в состав Лондоградского округа, такие соглашения давно заключили. Однако остальные округа почему-то не доводят до своих низовых офис важное заключение соглашений, которые, помимо прочего, что предусматривают эти соглашения? Они предусматривают ежегодное совместное планирование всех мероприятий, оформленное соответствующим документом плана совместной работы. Но, знаете, еще хуже, чем ситуация с принятием на голову, у нас предстоит дело с принятием каждым казачьим муществом внутренних уставов. Тоже этот документ уже старый, уже известен давным-давно. Волгодрадский руководит хоть и назвал такой документ не внутренним уставов, а иначе. Однако текст его на своем руку принял. К сожалению, я не могу сказать ни о других, а только не обо всех, но отчасти здесь присутствующих руководителей этих руководителей, а что говорить и низовым, а юрдовым, стоничным, художским казачьим уставам. Почему-то руководство казачьих в обществе сопротивляется принятию данного документа. Именно руководство, а я хочу на этом сделать акцент, потому что я имел беседы с казаками, ничего против группы и внутренних уставов. Рядовые казаки не имеют, хотя руководство казачьих только ссылается на мнение рядовых, именно мнение рядовых казаков. Давайте рассмотрим этот вопрос пристально. Вот у меня туда внутренний устав казачьего общества. Вот это, видите, здесь вот таким вот шрифтом, а так тоже на двух листах помещается. Совершенно небольшой документ, документ вносит скорее какой-то моральный характер, что он не регистрируется в органы юстиции. Не дело совести, на самом деле, членов казачьих общества соблюдать этот внутренний устав или же его не соблюдать. Не дело именно моральных каких-то качеств тех, кто имеет казаков и, соответственно, руководитель. Но что здесь, на что стоит обратить внимание и что больше всего вызывает у атаманов неприязнь? Я думаю, сегодня нужно было услышать импонентов, потому что давайте-то, ребята, подумаем, почему. Что именно? То, что каждый священник казачьего общества является вторым лицом после атамана в Ираке чинов казачьего подразделения. Вот этот момент вызывает у атаманов вот какое-то совершенное вторжение. Каждый священник имеет право приостановить решение атамана или друга, если оно противоречит истинно-православной делу. В этом случае. В этом случае. Если оно противоречит истинно-православной вере и правилам христианской правственности. И еще третий момент, который тоже вызывает споры. Казачий священник принимает, а нет, принимает у нас, обязательно принимает. Единственное, что часто принимает, сидит, вот как представитель, да, вот это все, благочестиво посидел, молитву прочитал в начале, и очень даже благочестиво прочитал молитву в конце, и, собственно, на этом уроке у нас и используется. А это неправильно. Так вот, вот эти вопросы чаще всего и вызывают, вызывают какие-то сомнения у атаманов. И уже вот три года, три года никак мы не можем идти к тому, что уже все-таки такие же, такие внутренние уставы были заключены. Да. А что вам не нравится? Второе, действительно, священник является вторым лицом после атаманов и в иерархии чинов казачьего подразделения. Вот у нас есть первый заместитель войскового атамана Всевеликого войска Донского по Волгоградской области. И вторым иерархии – первый заместитель войскового священника по Волгоградской области. И точно так же есть окружной атаман, есть духовник и Волгоградской области. Ну, я думаю, что потом мы в Иисусе вернемся. Еще один вопрос, который хотел бы сотрудник. Новая главная ежеквартальная отчетность. Ежеквартальная отчетность. Я хочу предоставить урон Аксона Тули, духовно-стану 2-го Волгоградского округа о недопустимости в сравнении в казаче среде Роскольнских неоязыческих учений. Совсем очень актуальное для нас. Надо внимательно послушать. Я постараюсь, чтобы вам быстро, чтобы время не занимать. Просто вопрос на самом деле, простите, вторая льня, Владыки, простите. О том, что сейчас говорили Владыки и наш Владыки-митрополит Герман, как раз это вытекающее следствие нашей малой церковности. Потому как если мы теряем церковность, то святое место пусто не бывает. На это место приходят различные течения, верования. И для нас сейчас одно из самых больных и, может быть, даже самых важных, потому что период сект как-то немножечко спал. И на законодательном уровне принято было много решений. Но сейчас большие обороты выбирают именно это неоязычество и родноверие. Вопрос очень серьезный, больной. И, конечно же, нужно озаботиться, потому что и на рождественских чтениях были доклады. То есть это уже приобретает характер именно тоталитарных сект. То есть если кто-то связан с сектоведением или с сектантами, то есть определенные признаки этого. И это тоже нужно понимать. Потому что мы должны как бы не просто знать об этом, но еще и понимать суть этих проблем. Как бы не вокруг и около, а знать эту проблему в корне. В чем же ее причина и почему мы должны все-таки озаботиться этим. Вот. И один из моментов это изначально как бы взять литературу. Какой пользуются, например, эти товарищи. Вот. То есть, например, славянская хроника. Гальмонт из Басау. Вот. Деяние дамы. Саксон-грамматик. Записка. Ахмат Ибн Халдар. И, в общем-то, список достаточно большой. И вот где-то две трети из этого списка это фактически, ну, фактически даже не русские люди. Вот. Но они при этом нам как бы рассказывают, кто такие были русы, кто такие были славяне. Вот. Даже там описание, значит, есть такие, что они, значит, у них был рост 3 метра. Вот. Значит, они были широкоплечие, голубоглазые. Да. Это, конечно, для нас сейчас выглядит смешно, но тем не менее, то есть это активно, серьезно обсуждается. Вот. И в интернете очень много групп. Вот. И самая большая проблема, что туда идут в основном молодые люди. Потому что, теряя веру, здесь где-то вот мы, не доставая, да, за них, они находят, как вот сектанты в свое время, да, то есть находят то теплое место, где им говорят, что ты не рад, ты свободный, и ты должен славить и, значит, честовать, ну, русского человека. И не надо из-за псевдо веры, которую нам навязали, значит, евреи и прочие-прочие, маслоны. То есть это, как бы, главные из них аргументы. Но вот, тем не менее, мы все-таки должны эти моменты знать, чтобы могли с такими людьми, с такой молодежью и объяснять им различие. Потому что если мы не объясним и скажем просто, это плохо, ты не должен так делать. Ну, как бы, сегодня он, как бы, может быть, прислушается ради уважения, а завтра подумали, скажешь, а почему плохо? То есть ему же не объясняют это, а вот нужно все-таки это знать, объяснять. Во-первых, вот можно брать примеры, откуда идет литература. Да, то есть литература фактически вся западная. То есть она вся эта, даже эти Велесова книга, которая является одним из главных аргументов неоязычников, она была разработана тоже на Западе. Наши мигранты когда-то тайным образом где-то нашли, тайным образом как-то перевезли и тайным образом где-то там как-то перевели. А теперь нам уже отдают это уже как вот такое. То есть все это как у сектантов, да? То есть когда было сотворение мира, а потом, значит, не вилостивые свидетели Иегова. А когда их спрашивают, а что же было между древним миром и вот когда открылось это сект? А они говорят, что это была область таинственного Божьего действия, то есть сокрытая от всех людей. Так же и не выязычники. То есть это тоже нужно знать и понимать. Символика тоже ихняя. Многие, наверное, сейчас из вас замечают, да? На транспортах, то есть различного рода изображения. То есть вот такие вот шаги. И слова ясно-лиминь. И причем самое интересное, что начинаешь смотреть и в интернете и в других литературах оказывается у всех этих знаков совершенно разные названия. В одном месте они звучат как коловорот, в другом они звучат как коловорот, колядник, вот. В одном они, значит, громадик, вот. А в другом это крест лады Богородицы. В общем-то, самое еще плохое в этом во всем, что все термины используются православными. Богородица у них есть, Бог Троица есть, Святая Русь есть. То есть все, что есть, оно это. Чем они это рекомментируют? Говорят, что якобы та вера, которая пришла, значит, евреев, она вот именно на русские праздники наложилась и их как бы вот изменила. Хотя все это подоплек. Но если объяснять молодому человеку, можно прекрасно объяснить, что вот представить, что когда-то древние евреи, да, собрались, чтобы, значит, сделать какую-то веру, чтобы напоганить русских. Вот. Что они сделали? Они узнали у русских, какие были праздники. Вот. Потом, значит, они придумали эту веру, насадили ее в греках, в Византии. Потом перерезали ее русским, чтобы с тем, чтобы вот насадить на... Ну, то есть абсолютно глупость, если так посмотреть. Но тем не менее, то есть вот они не стесняются вот этому всему аргументировать, все это высказывать и, как говорится, доказывать, что вот они все-таки правы. Вот. Ну и самая, как бы, духовная проблема, это вот родноверие, это освобождение. У них как бы, как бы, возглашается это свободно. Я свободный, я не рад. Вот. Хотя все работают, тут все здесь работодателят. Вот. Но тем не менее, это их не смущает. Ну, вот. А вот здесь, вот в этом вопросе они, как бы, себя все время это... Вот. И получается, в молодежи и вообще в человеке, для чего они это делают? То есть, сейчас если посмотреть, этих общин, неолитических, очень много. Причем, они все абсолютно, вот, как со знаками, так и со своими понятиями, абсолютно все по-разному, все рассуждают. Единства нет. С одной стороны, это может быть хорошо, но с другой стороны, это можно рассматривать как и так. С первым, как бы, грязь вливается, а потом начинается уже она внутрь проникать. Вот сейчас пока грязь влита во всех обществах. Вот. А потом будет и момент, когда собираться. Но нам надо быть готовым к этому моменту, чтобы все-таки, ну, предотвратить эту беду. Вот. И понять ее проблему. Потому что, если провозглашается свобода, то подхи все. Что у нее? Здесь же и Блаватская, здесь же и космос, и бахалатита, и куча-куча всего. То есть, очень удобно. Любой человек может найти себе свою душу. В этом, как говорится, море вот этого, как говорится, бардака, так скажем. Вот. Поэтому, конечно, это привлекает. Вот. А главное, чтобы все, все, любое течение принимается, кроме православия. Вот тоже, казалось бы, можно сделать вывод, что фактически главная задача – это уничтожение православия. Этого неоизвечества состоит именно в этом. То есть, все, дословно, в любую, про космос, про инопланетян можно говорить, но только не о православии. То есть, вот это вот, конечно, тоже нужно, можно и выдвигать, такой аргумент и повод за тем, чтобы подумать все-таки. Вот. И, ну, долго больше не буду, наверное, просто еще раз хочу сказать, что вот все все-таки, ну, и артаманы, и докумники на своих местах озаботились и очень внимательно смотрели за своими подопечными вот именно по этим вопросам. Если чувствуете где-то что-то, вот это вот, как бы, тяга к этому всему идет, то нужно вовремя это поймать. Потому что сейчас очень много молодежи уходит туда, и многие, вот, как бы, потом с трудом возвращаются. Потому что вдохнув этого негатива, тяжело от этого потом избавиться. Вот. Поэтому нужно вот озаботиться, чтобы все-таки общаться побольше, почаще с священниками, адаманом и с простыми казаками именно и на эти темы, вот, и не бояться обсуждать. Потому что бывают многие разговоры с разговорами, а как коснешь, что близко, а там образится совсем все-таки грубо. Спасибо. Господи, простите. Спасибо. Да. Пожалуйста, Владимир Сергеевич. Я хотел немножко добавить, если вы позволите. Буквально. Дело в том, что это движение, оно постоянно финансируется фондом Сороса, небезызвестного, да, такому человеку. Правильно. Вот. И как они действуют, я хочу попросить, чтобы, если вы позволите, рассказал вам помощник по отделу, Сотник Сергеевича Назарова, буквально пару слов. Вот это. Благословите. Пожалуйста. Значит, по поводу распространения нашего новоязычества, которое уже распространяется, к сожалению, вы, партюшка, простите, но вы чуть-чуть опоздали. Они уже активно объединяются. Для этого далеко ходить не надо, сейчас пройдет весна, зайдите в любое место, где зеленые насаждения, это такие-нибудь леса, в принципе, не сомневаюсь, что здесь намамают полгами, и вы увидите так называемую стенку на стенку, шипку. Это и есть то, на чем работает наше музычество. Ведь, то, что вы проговорили, это да, это проблема и так далее. Но это последствия. Чтобы убрать эту последствию, надо сначала убрать первопричину. Первопричина элементарно проста. Детям и молодежи, фактически, на самом деле, толком им не заниматься. С ними никто не работает. Что нужно детям? Что нужно молодежи? Чем они занимаются? В первую очередь, они ищут себе крепкого, надежного и сильного инструктора. или какого-нибудь человека, с какого их поведет. В первую очередь, это инструктора по рукопашному бою. Одиннадцать – это языческие. Я не снижаюсь, чтобы убрать какая-то статистика. К сожалению, при всем при этом, в большинстве случаев, этим ребятам негде собираться. Когда вы начинаете, допустим, у себя в Ростове говорить, что «Батюшки, ну у вас в храмах есть помещение, ну дайте вы детям заниматься. Пусть они… Так они под вашим присмотром будут заниматься тем же рукопашным боем, тем же ножевым боем, той же военно-патриотической работой». И вы увидите, результат будет другой, абсолютно другой, они пойдут за вами. Ведь почему священников, молодежь вас принимает, никто не задумывался. Потому что для молодого человека, для того же ребенка, для того же подростка, им надоело то, что им постоянное какое-то указание дают родители, ведь это же как быть родители, поколение, а тут приходят священники. Им надоели родители, потом приходят священники, тоже начинают что делать? Надоедать. Надоедать. Будут они вот слушать, а потом мы начинаем хвататься, ах, язычество у нас происходит. Может быть, стоит чуть-чуть по-другому посмотреть. И в первую очередь, хотя бы в первой, если бороться с ними, то надо посмотреть, а каким образом мы можем заинтересовать, чтобы они сами к нам пришли добровольно. у нас, получается, надо создавать клубы, надо создавать секции и привлекать активных казаков. Я вот общался, допустим, с казаками крымскими. У них головная боль, говорят, мы можем, мы хотим заниматься. У нас негде, просто негде. Нам этой возможности не дают. Начинаем общаться, допустим, со священниками на местах. У нас храмы пустуют, у нас вечером заниматься нечем. Пожалуйста, вот. А кто с ними будет работать? Опять вот эта вот размычка. Вот если вот убрать, устранить вот это, соединить при помощи хотя бы того же договора и привлекать детей. Причем священнику тоже не надо стесняться. Да, я понимаю, что священный Семот приел сейчас требование, что священнику запрещено касаться оружия. Ну, минуточку. Выйти хотя бы перед тренировкой, просто пообщаться с детьми, там, узнать потом в конце, там, пригласить их к себе на чай. Опять же, в том же спортзале. Священник уже будет восприниматься не как что-то такое потустороннее, откуда-то откуда. А это уже, да, свой человек, с которым можно общаться. А если он еще при этом, да, ну вот расскажет, как он служил там и так далее, ну уж простите, владыки. Тихаря покажет, как шашки владеть там и так далее. Для ребенка такой священник станет уже мощным авторитетом. И он ему не воспринимает не так, где-то, откуда-то. А это тот человек, которого надо послушать, потому что он Божий. Конечно, в стране будет больше порядка, если по телевизору будут показывать правую сторону храма, а там яблоку негде упасть. Потому что, когда смотрим на эти мусульманские моления, завидно, а потом и страшно становится. Кто желает выступать? Да я тут можно не сказать. Я прошу отца Вячеслава против моего разговора и выступать. Пожалуйста. Дорогие братья и сестры, дело в том, что воспринимается казачество у нас вообще, вся традиция воспринимает казачество как некий этнокультурный фольклорный пласт, определенный какой-то любви общности. И казаки часто себя воспринимают так же, как некий фольклорный. Поэтому, если переиритировать понятие, как Владимир сказал слова апостола Павла в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, ваш дух, душа и тело сохранится во всей полноте антропологической, то получается, что духовная составляющая церкви – это есть основа и вершина всей жизни казака, и только потом уже начинает духовно оплодотворяться эта культурная и душевная жизнь, и экономика начинает восстанавливаться казачьим так, как она должна быть необходима к животу и благочисистию. Конечно, все это вот понятно. По поводу язычников и неуязычников. Сказали, святого места пусто не бывает. Но, знаете, если рассматривать именно это направление всех религиозных деятельностей, идущих со стороны, финансируемых из-за границы, имеющих возможность у нас где-то обрести свои корни, то корни обретаются только там, где брошены семена. И поэтому семена сеют множество из-за границы, и они находят у нас благодатную почву для возрастания. И опять же, все упирается в том, что бездуховность, нецерковность, отсутствие единения церкви и казачества тема поставлена – церковь и казачество. Владыка поправил нас, деду. Казачество в церкви, вне церкви нет казачества. И только в церкви возможно рассматривать наличие казака. И поэтому, насколько показатель присутствия казака в церкви, настолько он не казан. Поэтому сейчас положение, понятно, удручающее. Ну, допустим, у нас в Казанском кафедральном соборе есть театр при соборе, есть школа колокольного звона, есть такие виды борьбы, рукопашные, несколько даже нетрадиционные. У нас имеют один моё, он сейчас тоже казаком стал. Вот видите, ну, народ собирается, но не в большом количестве. Понятно. Есть и дополнительные занятия. Вот. Ну, не хватает того, о чём мы сейчас говорили. Попростите. Спасибо большое. Слово к коллегу полковнику, Глазкову Юрию Николаевичу, пожалуйста. Всё, желающих нет? Хорошо. Хорошо. В отбор. Уважаемые отцы и братья. Я заместитель атамана Волоградского казачьего округа по взаимодействию с русской православной церкви. Ну, и вот хотелось поделить на этом несколько слов о практике нашей работы. Я считаю, что многие наши беды, здесь об этом уже упоминалось, идут от того, что нет единого руководства у нас. Очень жаль, что ушёл Николай Петрович. Хотелось бы это и ему тоже адресовать. Ну, думаю, присутствующие тут люди заведут ему наши слова. Нет единого руководства, нет единых целей, нет единого пути выполнения этих целей, задач. Поэтому разброты и шатания получается. У кого-то что-то по-своему, у кого-то так, как требует епархия и синодальный комитет. Ну, я думаю, что вот это наше совещание как раз будет способствовать тому, чтобы потом работа была настроена во всей нашей Волоградской области во взаимодействии и с Ростовом, с соседями Виким войском Тонским. И вот батюшка Олег говорил тут о внутреннем уставе. Меня, например, не смущает, что существует такой внутренний устав. И он может, конечно, называться по-разному этот документ. Внутренний устав или вообще не устав, а регламент какой-то. И я вот не понимаю, почему во многих казачьих обществах Волоградской области, а я знаю, когда общаюсь с казаками и священниками, о том, что этот устав даже, ну, я так называю устав условно, даже не рассматривался. Это обычный регламент взаимоотношения казаков и священства в рамках казачьего общества. Иногда, когда работаешь с казаками, да, говорят, а как нам вот это поподробнее, вот это вот поумнее, что-то расскажите. Тут все расписано. Чего тут стесняться, пожалуйста, спросите. Да, еще что я хотела сказать. Вот об отношении к казачеству вообще, и отец Сергий говорил об этом тоже немножко, иногда бывает слышно, что и руководство области наше иной раз такое говорит. Не надо нам выпячивать казаков как-то отдельно, как-то их поднимать там, значит, отдельно, значит, говорить о них. Но мы, например, у себя в округе прекрасно сознаем, и действительно не надо выпячивать казаков, но надо отдать им должное. Зачастую приходится слышать, а кто такие казаки? Казаки-то вроде как никто, или даже человек, не сведущий в казачьих вопросах, ничего, начиная судить о них как профессор. На территории Волгоградского округа, Волгоградской области, существует один единственный народ, который подбежит реабилитации как репрессируемый. Это есть казаки. На территории Волгоградской области существует один единственный народ, который осваивал эту историческую территорию, и она потом влилась в территорию России. Это казаки. Не умаляя достоинства никаких народов, которых я лично уважаю всех, и цыганий, и казаков, и так далее. Но один единственный народ, который взял на себя обязательство в понесении государства и иной службы. Причем, как лично каждый казак, так и общество в целом. Об этом не надо забывать. Надо отдавать просто казака божные, а не как-то их выпячивать и преподносить. Вот. Что еще хочется сказать? Вот по поводу язычников. Завершаем, да. Я хочу сказать, что, о чем отец Анатолий, отец Сергий, я говорю, да. А ведь у нас в газете казачий круг нет-нет, да помелькнет материал или статейка о празднике, значит, родновенов там, или как-то они там, паскирую себя называют. Это, я вам скажу откровенно, опять же, общаясь с казаками, со священством, знаю, это вызывает не просто недоумение, а даже некое возмущение. Но газета ведет свою политику. Может быть, стоит ее поправить. И хочется не просто так завершить словами общины в свое выступление, а хочется сделать несколько предложений. Вот. Значит, первое, что хочу сказать, обращаясь ко всем присутствующим и казакам, в первую очередь, цените своих духовных наставников. Цените священников. Помогайте им. Защищайте их, в конце концов. Везде есть в любом. У нас едобожелатели разных полных-полных. Надо ценить своих священников. Они делают зачастую больше на приходах, чем сами казаки. Не замечают это казаки. Как правило, больше. Да, как правило, больше. Надо ценить своих духовников. Поддерживать их, Василю. Василю. Дальше что еще? Хочу сказать. Значит, вот еще предложения какие. Кто-то из священства... А, отец Сергий говорил, что... Не, нет, не виноват. Владыка Яр говорил, что надо сделать общий план такой работы, да, совместной работы за всю область. Я готовился к этому выступлению, и мы как-то так независимо друг от друга тоже к этому пришел. Нужен общий план работы всех духовников, всех заместителей атаманов, казачьих. В то же время надо в планах работ казачьих обществ всегда, значит, чтобы присутствовали мероприятия и партияльные и так далее. Еще сейчас я, Александр Алексеевич, заканчиваю уже все. Вот у нас было предложение года два назад. У нас каждый Косеменовый пункт, каждый крупный город имеет своего духовного покровителя. В частности, город Лоград значит, имеет Александр Мешков. Почему не совместить день города с днем духовного покровителя и в этот день устроить крестный хуб. Во славу Божью, в защиту города-героя, значит, духовными нашими божественными силами. Вот такое предложение. Дорогие идеи. Спасибо, Владыка. И последнее. Да, и последнее. Значит, и последнее. А без веры у нас ничего не получится. Вот самое, чем хотел закончить. Благодарю вас. Девчонки. Спасибо. Есть? Да. Ну, я буду краток. Буду краток. скажу так. Мы можем подписать соглашение, мы можем заключить договора, но не имея Бога в душе, это ничего не изменит. Мы сегодня говорим о том, что священники не создают какие-то секции, здесь вот сказал Сергий, где он здесь, да? Ну, а где же казаки-то? Где же наши помощники? Когда атамана просят прийти в казачий корпус и расскажи дедем о казачестве, он не приходит, он прячется. И все казачество признает того атамана, которого избрали без духовенства, без священника, без благословения священника. Это какой округ, где? Это Медведевский округ, станица Бережеская. Да, известная станица и известный атаман. Все! Казачество этого атамана признает. И называет его атаманом. Ну, какой это атаман? Который присутствует священников в поле в воду. Ну, о чем еще можно говорить? Давайте в первую очередь говорим, если мы говорим сотрудничество, в первую очередь говорим о Боге в душе. И вот тогда у нас не будет невоязычников ни каких-либо других. Прости. Решу. Спасибо. Благословение. Получилось. Я думаю, что говорили здесь о том, что живой в деле в параде как думает тот человек, который не знает в чем язык и сейчас когда занимается. Это раз. И здоровый думает. Никогда первый раз на сегодняшний минуту не назначил в четырех лет. А наш самый основной документ в Уставе почему сейчас казаки не вынуждены лежать в Уставе, но и по традиции, чтобы не согнуться на концы. С тем, что Министерство юридии полномочило нас в Уставе ранее не управлять и так и что казах, член казачьего человечества может быть, человек, достигший 18-летнего возраста, и каждый круг и священника не права И вот именно поэтому Синодальный комитет инициировал создание внутренних уставов, потому что по требованию прокуратуры эти нормы уставов были изняты, и для этого он, собственно, и служил внутренних уставов. Но, ну, ты не устал. Ну, так нужно, чтобы не послушали, если сейчас начать. Синодальный комитет. Продолжение следует. 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 Нам как-то надо больше общаться Я полагаю, Владыков в своем выступлении нам уже сказал Может быть, не будем придумывать, а придержимся его рекомендации Простите, о чем я сказал? Вы сказали, что перед двумя великими постами Перед большим и рождественским таким встречи надо провозить Если вам это приятно и полезно, давайте Я думаю, два раза в год записать надо и привязать к этим данным Еще добавление Пожалуйста Я послушал эту дискуссию сегодня Что-то там не совпадает, когда я знаю, что вырвали на поле Напутствовал у меня словами о том, что, к сожалению, авторитет Казачество не на должном уровне, по его словам, заходится не на должном уровне И когда он меня напутствовал, он сказал, что задача моя основная Поменять отношение к казачеству В комитете, как-то не странно, в комитете, надо поменять Я хочу сказать, 26 человек работало в комитете Из них только 6 человек занималось делами казачества Вот сейчас мы все сразу меняем У нас будет 10 человек То есть практически половина комитета, тех, кто занимается работой Будут заниматься вопросами казачества Мы совершенно по-новому и начинаем сейчас подход к работе с кадетскими корпусами И с нашими культурными учреждениями Будет сектор заниматься сектором специальной работой с кадетскими корпусами И культурными нашими учреждениями Губернатор сказал, что поддерживая недугольство Мы, наверное, добавляем на работу атаманов в округах 10 минут рублей Впервые такой шаг сделан за 2-3 года 10 миллионов рублей По 4 человека в каждом округе В том числе атаманов получил возможность получать за свои труды вознаграждение Надеюсь, что это очень нам поможет поднять авторитет Атаманов в округе И в целом поднять авторитет хозяйства Хочу сказать, что 5 миллионов рублей Добавили на увеличение Нового человека час Казакам, которые участок по крайней общественной проекты То есть есть какие-то очень первые, может быть, здравые шаги Которые власти предпринимают для того, чтобы ситуацию поменять Ясно, что этих денег там недостаточно Ясно, что даже врушение, которое не угадает врушение Зарабатывает больше, чем казак, который принял обязательства по участию Вот дружинку был когда-либо от 60 рублей От праздника 80, а у нас Вот с учетом этажа тех 5 миллионов рублей, которые мы добавляем 55 рублей в час Ясно, что надо нам эту ситуацию в целом заменять И все свои силы я возлюблю на то, чтобы авторитет казачьему обществу Выражать земле И безусловно, здесь опора Опора И первое Кому мы должны преподать за помощью Это русская православная цель Поэтому считаю, что сегодня очень хорошее начало Есть такую традицию за лужи Встречаться, обсуждать Все вопросы, с которыми мы столкнулись Это будет очень удобно И думаю, что лица светской власти Это можно только поприветствовать Спасибо Садится Выбывай В решении прибыли Я хочу выполнить поручение Семеновича Николаевича Семеновича 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 Получить подарки Возвеча Авторитет Семеновича И предоставить Семеновича Пусть верный Войскому Кругому Пусть верный Ваша Восторгопресвеченство Такого Возвеча Я хочу Пусть Учитель Определяйте Которые иллюстрации нашего патриаршего иллюзимского поселка Казального собора. Это собор после инстаграции, прекрасной фотографии Гавнопадского. Он где, в Ростове? В Новочеркасске. В Новочеркасске. Столица мирового казачьего. Понятно. Братья, вот у нас есть такое богачество в нашем церкви, в нашем казачестве вместе с нею. А от нас что полагается? А вот уже есть. Доброе слово. Ваше благословение. Да. Благословение на добрые дела считаете. Уважаемые участники совещания, я хочу всем сказать большое спасибо за ваше участие, активное участие в работе нынешнего совещания. Вы, в принципе, наметили себе новый режим работы в таком же составе. А сейчас я бы хотел попросить сделать коллективную фотографию. Благословение на добрые дела. Песня. Благословение на добрые дела. Аминь. Приобщение казаков к богослужебной жизни церкви, к жизни православия. Поэтому такое событие имеет очень важное значение. И я думаю, оно положит начало конкретной работе именно в этом направлении. Потому что казаки пока находятся около храма. В храм они заходят за редким исключением. Принимают таинство тоже не все казаки. И вот задача таких вот совещаний, таких сходов или советов как раз таки и заключается в том, чтобы приблизить казака к церкви, в том, чтобы в церкви стать ближе к казаку. Сегодня у меня были подняты ряд вопросов, которые, я думаю, найдут практическое применение в деятельности казачества и церкви. Это и вопрос воспитания подрастающего поколения, в духе казачьих православных традиций. Это и вопрос противодействия язычеству, которое насаждается Западом, искусственно насаждается. И в том числе и практические меры, выработка практических мер для дальнейшего взаимодействия. В чем заключаются эти практические меры? Многие храмы готовы предоставить помещения свои для того, чтобы там собирались дети в свободное от учебы время. Для того, чтобы с этими детками занимались опытные преподаватели, инструктора по спорту и по другим прикладным видам спорта, такими как рукопашный бой казачий, такими как казачья фланкировка шашкой и так далее, и так далее. Потому что наша молодежь сейчас задействована в приходах. Есть где-то отдельные примеры, но в основном молодежь от прихода пока стоит далеко. И для того, чтобы ее как-то приблизить к приходу, и поднимаются эти вопросы. Для того, чтобы собрать молодежь вокруг прихода, это и всевозможные секции, это и всевозможные кружки по интересам на базе приходов, возможные военно-патриотические клубы на базе приходов и так далее, и так далее. Очень много методов работы можно найти, если к этому приложить усилия. Если не ждать, когда, как говорится, под лежачий камень вода не идет, не течет. Если мы будем проявлять активность, если мы будем искать новые методы работы с молодежью, с нашими казаками, то польза будет всем, и в том числе и нашей Родине. Вот это и есть патриотизм, это и есть казачья традиция, которая основана только на общении с православием, только на взаимодействии с православной церковью. Это и есть наша настоящая жизнь, жизнь в церкви, жизнь в ограде церкви.